Потому что он, во всяком случае, как-то отстроен, а живые барабаны, надо иметь такую базу материальную, чтобы это имело хоть какой-то вид, что... Кто у вас сейчас звукорежиссёр? У нас мой звукорежиссёр. То есть мы работаем, если на студии, то с человеком, который знает, мы делаем, что воткнуто, и как-то сделать громче, тише и так далее, но продюсируем музыку мы сами. Виктор, ну так или иначе, всё равно мы все заинтересованы в том, чтобы нашу рок-музыку знали, знали везде. Вот вы сказали о том, что ваша повестка во Францию своего рода пробное, что ли, выступление там, да? Есть какие-то перспективы, есть какие-то планы на дальнейшее ваше выступление именно за рубежом? Ну, знаете, планов много. И я могу сказать, что я продолжаю всё-таки отказываться от большинства из предложений. Ступать где-нибудь за границей. Вот. Можно ли сказать, что это происходит потому, что вы, по независимым от вас обстоятельствам, не хотите быть хуже, чем вы есть на самом деле? Казаться хуже, чем вы есть. Я не хочу быть клоуном. Не хочу быть таким вот. Русские пришли, пошли посмотрим. Вот. Понятно. Тогда такой вопрос. Как вы относитесь к английскому циклу Бориса, в частности, вот к радио Сайленс? Многие говорят о том, что, взяв для своих текстов английский язык, английскую речь, Борис очень много потерял в своих песнях. И его музыка стала более стандартной, приближаясь вот к таким общим каким-то мировым стандартам, потеряла самобытность. Я согласен. А он действительно потерял самобытность. Я не знаю, будет ли это, насколько пластинка будет интересна в Америке, но здесь, я думаю, что это немножко не то. Вот вы говорите, вы не хотите быть клоуном. Ну, о поездке во Францию наша пресс писалась, что Гаркуша показывал голую задницу. Стоило ли с голой задницей ехать туда, на запад? Они ведь там это все видели. Вы знаете, Гаркуша и я, это разные вещи. Я не отвечаю за группу по аукциям, а отвечаю за группу по кино. Никто из групп по кино голой задницы не показывал. И поэтому... Просто хотелось бы знать ваше отношение. Я думаю, что минимально использовать, и вообще не использовать каких-то внешних эффектов. Просто играть и пить. Поэтому... Как вам сказать, на фоне голой задницы, мы пришли, так сказать, более незамеченные. В концерте, ну, сейчас там, по-моему, начинают потихоньку слушать и по пластинам. Вот мы звонили и говорили. Спасибо. Спасибо.